Основная задача активистов проверить качество и доступность обслуживания в медучреждениях и дать соответствующие рекомендации компетентным органам по улучшению ситуации в этой сфере. Я хочу отметить, что, конечно, не во всех медико-социальных экспертных учреждениях есть пандусы, то есть находятся учреждения в старых зданиях, но в настоящее время, конечно, и согласно программы «Доступная среда» работы в этом направлении ведутся. В ходе акции члены рабочей группы ОНФ посетили 10-е бюро филиал медико-социальной экспертизы, которое находится в самом центре города на улице Советская-1. Посетители этого учреждения довольны качеством обслуживания. Я тоже на рекомендуем пришел. В том году нормально, что посидел в очереди, народу много было. Я второй год, но довольна. Очереди два раза не было, у меня документы собирал, нормально все. Однако рады качеству обслуживания только те, кто пришел в бюро на своих ногах. У Ирины Лаврушиной трудности начались еще на подступах к учреждению. Без посторонней помощи ей трудно спуститься с бордюра. А при подъезде к бюро колясочница растерялась и не рискнула даже с посторонней помощью подняться по отвесному заледенелому пандусу. К пандусу подняться невозможно, это даже травмоопасно, можно сказать. Но это такая средняя картина для нашего города. Очень многие пандусы не приспособлены, они есть для галочки. Но на самом деле пользоваться инвалиду колясочками практически невозможно. Кроме того, учреждение не имеет кнопки вызова сотрудника. Активисты выполнили ее роль и пригласили руководителя сами. Руководитель МСЭ посоветовал вызвать эксперта на дом. А уж если есть желание посетить бюро, вооружиться мобильным телефоном. Если к нам человек желает, пожалуйста, у нас есть контактный телефон. Мы сегодня пожелали к вам приехать. Контактный телефон, и мы встретим, и все сделаем, что нужно. А вы нас сейчас можете встретить и показать, как вы встречаете в таком случае? Мы встретим, если человек набирает номер телефона, мы два доктора выйдем и закатим ее. Активисты ОНФ и эксперты пришли к единому мнению. Необходимо общими усилиями решать проблемы инвалидов. Это и организация специальных парковочных мест и обустройство пандусов. Мониторинг социально значимых объектов города и области будет продолжен. Все замечания о несоответствии подобных мест учреждений нуждам инвалидов будут направляться на рассмотрение в органы власти. Артемий Маркелов, Андрей Мазунин, События Брянск.